Распаковываю коробку от Фаберлик. Получаю вот такую вот рикотажную потепленную кортику. Решила померить. Ну, я думаю, что она мне должна быть хорошо. Такая, она мне понравилась. Она такая велюровая и длинная, длиненная. С леггинсом будет классно. В машине тут. Рассматриваю, только получила. Ешки. А, да. Точно, это же мне заказали. Очень приемно так как бы вам показать. Заказали краску. Надо еще создать. Так. Десять один. Потом шампунь она же. Женщина заказала. Смазкой такой в серии Суперфуд. Я сейчас отдам все. Даже не знаю, как пахнет. Сейчас забываю. Ну, так, сладенько. Даже не знаю, чем. Что-то мне еще интересного. Контейнер. Емкость для корейницы. Органайзер. Два ножа с унтолку. Потом вот такие вот паломнички. Опять тарелку дали в подарок. А это что? А, две кофты. Слюречки я заказала. И трикотажный джинпер. Песочного цвета. Мне понравился красный такой. Очень прикольный. А потом дочке взяла джинсы розовые. Вот такую. И серенькую такую копточку тоже взяла. Вернее, она темно-синяя называется. Вот. Красота. Так. И у меня тоже под заказ гель для бритья. Чипчики взяла. У меня такие есть большие. Ну, посмотрю, эти поменьше. Может, прикольно тоже будет работать. В принципе, и все. Мой заказ такой. Тут еще один заказ коробчика лежит. Ну, это девочка из моей структуры заказала. Я уж не буду лазить в ее коробку. Все рассмотрим с вами поближе. Итак, разложила я дома вещи. Ну, так, чтобы вот обширненько так их посмотреть. Ну, давайте начнем с одежды, что ли. Это джинсы для девочки. Камера, конечно, их делает какими-то коралловыми. Они розового оттенка. Мы ничего еще не мерили. Примерка будет позже. Я просто вам показываю, как они смотрятся. Ничего, что... Извиняюсь, что на полу. Ну, не знаю, где еще разложить. Как-то вот материал такой плотненький, джинсовый. Так, 140-й размер. Ну, в принципе, так неплохо выглядит. Мне кажется, узковатый в попе. Не знаю. То есть они прям какие-то вот... Это нужно, чтобы девочка была прям стройняшечка. Вот. И ноги длинные, соответственно, у нас ноги не длинные. Поэтому я не знаю, как они ей подойдут. Но вообще я размер взяла 140, и он ей должен быть велик. Ну, посмотрим, поверим. Оставим, если что. Куртка, в принципе, ничего. Но, знаете, вот крой какой-то у нее объемный очень. То есть материал прикольный. Не знаю, не передается, наверное, такой велюровый, мягкий. Зеленый такой изумрудный оттенок. Внизу резиночки, подкладка, молния. Ну, смотрится, может, с леггинсами нормально. Я покупала, чтобы было тепло на каждый день бегать. Ну, как фуфаечка, знаете. Вот. Пойдет. Такой стиль у него. Спортивный какой-то. Кэжел-спортивный. Что-то такое. В общем, удобно, тепло. Карманы на клепочке. Нормально. Мне понравилось. Взяла 48-й. Наверное, можно было и 46-й взять. Потому что она такая прям объемная. То есть вот здесь широкая. В талии. Ну, как бы, знаете, оверсайз. Пойдет. Пусть будет. Взяла ее где-то за 2 800 с чем-то, с копейками. Потому что у меня была объемная скидка. Поэтому за 2 800 пойдет. Так. Вот такие кофточки набрала я. Вот верблюжьего оттенка. Да? Как он называется? Терракотовый, что ли? Из синего. Синий вообще мне к лицу, конечно. Но терракотовый немножко такой бледненький оттенок. Золотон, скорее. Какой-то такой. Песочный, скорее. Вот. Ну, в принципе, ничего. Нормально. Тоже примерю. Вообще они мне по стилю понравились. Рукава мои. Горло вообще замечательно. Все. Грудь сидит. Удлиненные такие. Некороткие. И трикотаж. У них такой с люрексом. И вроде праздничный. Да? И блестящий. Такой интересный. Вот. Синяя вообще классная. Ну, и красная у меня еще, как вы помните, была. Красненькая. Тоже прикольная. Но вот синяя лучше всех мне нравится. Она прям и к глазам голубым. К сине-серым таким у меня непонятные глаза какие-то. То бирюзовый оттенок у них, то серо-бирюзовый какой-то. В общем, непонятные. Все такие оттенки мне идут. Практически все. В морском стиле. Вот. А, да. Что еще ты заказала? Давайте начнем с коробульки. Взяла коробульку. Ну, в шкафчик, очевидно. В общем, поставлю. Что-нибудь организую, пока не придумала. Такие вот у нее размеры. 35 на 35. Так. Вот такие вот столовые приборы. Вот за это колечко тянешь, и он распахиваться должен. Я одной рукой не смогу. Так. Вот. Вниз. Вниз колечко тянешь, и они распахиваются. Так. Что мне здесь нравится? Мне нравится то, что они небольшие, компактные. В ящике удобно хранить. Нравится силикон, не тефлон. У меня подобные, только тефлоновые и побольше. Вот. Удобно держать в руках. Удобно все так. Чик-чик. То есть колечко тянешь, и они опять фиксируются. Мне понравилось. Так. Понравился вот этот вот половничек. Он тоже силиконовый. В общем, единое целое такое. Удобненький такой. Ну, миниатюрненький. Я не люблю большие. В общем, размер хороший. То, что нужно. Так. Венчик. 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 Очень легкий. Знаете, он сделан тоже из силикона. Вот эта вот штучка, да? Ну, хорошо, хотя они такие плотненькие. Они как вот у меня и киевские есть тоже из силикона. Но он такой живодрягающий. И большой какой-то надо от него избавиться. Или я уже избавилась. Я им не пользуюсь. У меня рука к нему не тянется. А есть два венчика железных. И вот к железному у меня рука тянется. Люблю железный. Не знаю пока, как будет этот. Я много пеку, много взбиваю. Мне венчики нужны. Но посмотрим. Такое тесто должно быть жидкое им взбивать. Ну, на блины, возможно, да, пойдет. Вот. Яйца там взбить на омлет. Ну, вот, а тесто погуще, например, на бисквит. Даже не знаю, справится ли оно. Этот венчик. Так. Ножи. Там акция была. Берешь два сунтока. Они по спец цене. Не помню уже по какой. Я уже давно хотела вот этот маленький сунток. В общем, решила взять. Ну, пусть будет два. Он идет в чехле. Ножи мне нравятся. У меня как раз такого нет. То есть он маленький. Тоже удобно держать в руках. В отличие от большого, который я там держу. Я не знаю, как то. Вот. Не очень большие. Удобно держать. Ну, они зато режут как бы хорошо. И точилочка фаверликовская для них подходит. Так. Здесь у нас размер 23,5. Длина лезвия 12,5. Материал лезвия нержавеющая сталь. Рукоятка, дерево, пакка, чехол, полипропилен. Ну, то есть удобно брать с собой вот чехольчик есть. Всегда их не выкидываю, как бы у меня удобненько. Так. Что еще? Взяла контейнер опять маленький. Люблю их. Вот так остатки пищи, которые часто остаются, да. Засунула в холодильник, поставила и все красиво, цивильно. Мне нравится хранить. Мне нравится, как смотрятся в холодильнике именно эти контейнеры. Зелененький цвет такой приятный. Вот. Для хранения супер. Еда хранится тоже очень долго в них. Классно. И в подарок к нему дали вот такую опять тарелку. У меня уже их завались. Буду раздаривать. На Новый год всем раздарю, всем родственникам по тарелке. Пусть режут колпасу и сыр, и там хранят. Мне тоже нравится эта тарелочка. Пользуюсь с удовольствием. Да, она может быть тонкая. Кто-то жалуется. Я жалуюсь. Тонковатая маленькая. Ну, а что поделаешь. Другой нам не сделали. Будем пользоваться той, которая есть. Решила взять такие вот трафареты для кофе. Они железные. Из них жавеющие стали. Я думала, они какие-нибудь пластиковые придут. Нет. Прикольные трафареты. Вот, кстати, в распаковке-то я их и не видела. Вот такие. Артикула 910-183. Можно даже и тортик. Например, сахарную пудру. Да, вот так вот украсить. Чик-чик-чик. Надпись серединка. Да, и сердечки вот так по кругу как-нибудь. Ну, в общем, придумать можно что-то с сахарной пудрой. Не знаю. Будем экспериментировать, короче. Вот. И давно я смотрела вот на эту баночку. Она, конечно, не дешевая, но классно выглядит. Нержавеющая сталь. Сверху вот эта пластиковая крышечка. И здесь сетечка такой тоже железная. Классно. Я, да, пересыплю туда корицу. Потому что у меня корица в пакете хранится. И я ее постоянно ищу, где она, где она. Когда в нужный момент она мне нужна, я ее ищу. Вот. А тут будет уже баночка стоять на полочке. Вот так. И вкусно будет, мне кажется, от нее так пахнуть в шкафчике, да. Потому что сетечка будет издавать аромат. Вернее, дырочки. Аромат будет просачиваться сквозь сетечка. В общем, вот такой у меня небольшой, я считаю, заказ. Потому что не знаю, что уже брать. Как бы пока все есть. Бытовая химия есть. Вот. Беру пока для дома. Пока акции. Вот хотела набрать вот таких еще. Корабулечек. Ну, там остаточки распродают. Вот только такое было. Ну, в общем, такие маленькие. Я хотела большой. Мне нужно еще бы я парочку больших бы взяла. Их нет уже. Классные эти коробочки. Я посмотрю. Может быть, еще сделаю с ними заказик. Но уже, наверное, не в этом периоде. Потому что 100 баллов я на номер набрала. Вот. Желание набирать в этом периоде еще 100 баллов у меня пока нет. Фаберлик пока нас никак не радует пока. Ну, это я имею ввиду для консультантов какими-нибудь заманухами интересными, какие были раньше, да. Поэтому у меня пока нет желания. Вот. Нужное что-то сделала. Какие-то и то, знаете, вот прям с натягом. Вот. Акций мало. Мало акций. Фаберлик сделайте нам каких-нибудь, ну, не знаю, интересных предложений. Не хватает все-таки. Не хватает распродаж. Какие были раньше классные распродажи. Каждую неделю у них новые распродажи. Ну, это так лет пять назад. Вот. Прям я штамповала эти заказы каждую неделю. Так было прикольно, здорово. И в магазин ходить не надо. Действительно, все под рукой. Бытовая химия, косметика, уход, шампуни, да, там всякие гели. Вот. Ну, пока всего этого хватает вроде. Но если бы была какая-то распродажа, конечно, мы бы простимулировались. Так что вот. Ждем распродажу. Ну, так вещи неплохие. Конечно, всегда там можно что-то взять в Фаберлике. То есть и одежду, и для дома. Мне кажется, каждый там найдет что-то. Так что проходите по ссылочке, регистрируйтесь. Получается номер. В течение трех секунд у вас будет номер и доступ к личному кабинету и скидка 20% на первый заказ. А там далее уже буду объяснять, как получить скидку выше, как получать объемную скидку, как приглашать, как... Кстати, у нас сейчас стартовая программа вернулась. Хоть я этим порадовала. Спасибо, Фаберлик. То есть новичкам будут дарить классные, я думаю, нормальные, такие хорошие подарки. Там и парфюм, и бытовая химия. То есть я думаю, что новичкам будет интересно для тех, кто, например, не пробовал продукцию еще. Фаберлик и хочет попробовать самое время сейчас, пока дают подарки. Так что обязательно регистрируйтесь, а я вам дальше буду помогать. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вам? Напишите. Я, конечно, понимаю, что у всех вкус разный, но мне на повседневку вот таскать в машине, мне кажется, нормально. Тепленькая такая. Цвет, конечно, здесь не передает, он красивый, изумрудный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок